Девушки отдыхают 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 Такое чувание, в общем, это действительно Турма. Когда я заехала сюда, было вельми тёмно. Я никогда не видела ничего подобного на Турму. На строение такого хостела, владельников наткнил знакомитый фильм, снятый по оповести Стивена Кинга, Рыта Хейворд и воротование Шаушенка. Нечака на это место оказалась вельми протягальным. Першопочатково мы думали, что в такую дивную гостиницу будут уезжать одноразовые клиенты, которые хотят новизны, але до нашего издевления некоторые вертаются и становятся тут сталыми гостями. Сегодня господары гостиницы одну половую номеров сдают тайским студентам, а другую – замежным туристам. Номеры у хостеля Турме каштуются от 24 до 50 доляров за ночь. И еще про завтрашние импрезы. В Минску презентую альбом «Песни для Бузуки» завтра ввечер российский поэт и рок-музыкант Василь К. В 2011 году в ягодном разножанровом репертуаре заявился этот греческий народный инструмент и одразу скрыл сердце Василя. Выникам взаимной любови и стала плытка с немудроелестым назовом «Песни для Бузуки». Особные треки с релиза уже вядомые слухачу по попередних концертах, але большаясь записаны в першыню. Приходьте послухать романтичные, крыху-варядские, такие живые истории про нас самих и про то, что робится на вокал вечером пятницы. Завтра мы святкуем в 135 годе Дня народжения слынного сына земли беларуска Якуба Колоса. Яму и будзе просвеченный эфир на телеканале «Беларусь-3». У вечера запрашаем поглядеть программу записки на полях пронародного поэта Беларуси. Дознаться, кто был прототыпом героя у самых знакомитых ягод творов на Ростынях и у Полесской глуши, почуть родки знаемых с маленства вершу, поблукать стежками, якими не ходил Константин Ницкевич, вы сможете завтра в 21 годину 5 хвилин на телеканале «Беларусь-3». Мой родный кут, як ты мне, милый, забыть тебе немаю силы. Ни раз утомленный дорогой, жыцем вясны мае убогой, к тебе я в думках залятаю, и там душою спачиваю. А еще завтра на сцене Альфа-театра «Метод Гронхальма». Самая вядомая пьеса Жарді Гальсерана была написана у 2003 годі и в першуню поставленная у тем же годі у Барселоні на сцене театра «Полеорама». С той поры твор на был вялізную популярность, поставленная по им спектаклі с поспіхам ідуть більш чим у 40 країнах світу. Чатыры претенденты прагнуть займеть прастыжну посаду в буйной фірме. Яны мусять прайсці прастяшкае ізуіцкае выпробавання по метаду психолога Гронхальма, якое пераутвараець у заправдную вайну. Хто выйдзе ў ёй пераможцам, даведайціся, калі сходзі на спектакль заутру вечары. Што яшчы, зауважнага, адбуваецца ў культурны прасторы ў матырялах наших калі. Даку драма з элементамі мюзікла ад Пэдру Піню «Нічая фабрыка» адна самых жаданых кіностужак фістывалі «Лістопад». Трохгадзінный фільм пра співаючых забастовщакав прасягвае традицій новага інтелектуальнага португальського кіну. Конфлікт паміж работніками і адміністрація і прадприямства отрымлівай нічаканый паворот. Каліки равніцтва раптом знікає. Фабрика выиграла премію кінокритоку у параллельной програмі «Двухтыднівки» режиссёру Каннська кінофестувалю, і здається, означає собою з'явлений нового голосу у европейськім арт-хаусі. У Минськім кінопрокате, глядіте, 4-го листопада. У Минськім святій лісовєцькім монастири середіна кастришніка працює вистава, прасвеченна пакутніку Миколаю Другому і ягоній сям'ї. У експозицію збільш за 200 експонатаў вайшлі рэдкі фатаздымкі з приватных фатальбомаў рамановых, репродукція картіну, супровадженні дзённікавых запісів, свеченні відовошців і житті пясанні. Матеріалы працтаўлены праходам сабораў царськага сяла, краязнаўчых музеў, приватных збораў. У монастиры вистава будзе експанавацца да 21 листопада. Завтра адкрываецца 24-й Мінскі Міжнародны кінофістываль «Лістопад». Буйнейшая кінападзія краіны немае патрэбу ў дадатковым працтаўленнім. Што год яна выклікае непадробную цікавасць кінаману розных пакалініў. Напереды дні форума мы сустрэліся з Игарам Сукмановым, директорам праграмы гравога кіно, директорам конкурсу діцячых служак «Лістопадзік», капдаведацца пра фістывальныў новіны. Здравствуйте, Игорь. Спасибо, что нашли для нас время накануне самого ожидаемого кинособытия года Минского международного кинофестиваля «Лістопад». 164 картины из 55 стран, 6 полных залов. Когда задумывали новый формат фестиваля, рассчитывали на такой успех? Конечно, у нас была такая амбициозна задача – расширить и географию, и территориально сам фестиваль. Поэтому возникла идея сразу нескольких площадок, где параллельно будет разворачиваться много разных действий, разных фильмов – игровое, документальное, детское кинофильмы, жанровые картины, авторского направления. И с этой точки зрения идея, которая нас объединяла, и делать его более насыщенным, мне кажется, она в какой-то степени себя оправдывает. А кто из режиссёров станет в этом году дебютантом «Лістопада»? «Молодость на марше», потому что в этом году все представители основной конкурсной программы – это уже достаточно маститые авторы. Некоторые авторы прикочевали с конкурса «Молодость на марше», например, как колумбийца Джонни Хендрикса и Нестросса. Но хотелось бы собрать коллекцию лучших авторских работ, картинок, которые могли бы стать визитными карточками своих национальных кинематографий. Все фильмы нашего основного конкурса – это то, чем живут и сами белорусы. И поэтому неважно разворачивается действие на Кубе или будет представлена картина немецкая, фильм «Вестерн», где немцы оказываются как раз в чуждой для них среде посткоммунистической Болгарии. Попытка преодолеть отчуждение между народами, нациями, культурами программа в какой-то степени будет пытаться восполнять. Всегда ли удается достаточно гармонично по уровню предлагаемых фильмов формировать его программу? Да, мы очень стараемся. Например, в этом году у нас будет представлена картина итальянского режиссера Йонаса Карпиньяну, фильм «Чиамбра». За этим молодым автором очень пристально следит знаменитый американский режиссер Мартин Скорсезе. Премьера стоялась на Каннском кинофестивале. Американская кинокадемия опубликовала лонглист фильмов претендентов на премию «Оскар» от разных государств. Италия, например, выставляет эту картину. 13 фильмов. Нынешнего фестиваля – это фильмы, которые вот в этот лонглист «Оскаровские» попали. Впервые в этом конкурсе «Молодость на марше» будет участвовать белорусская картина. И режиссер Юлия Шатун, ее картина «Завтра» очень хорошо вписывается вот в эту уже достаточно маститую галерею молодых ярких режиссеров. Вы как-то сказали, что детское кино должно воспитывать и давать возможность думать. Согласны ли с этим юные зрители Листопадика? Нам хотелось, чтобы это были фильмы, прокладывающие дорогу к миру взрослого кино. Эти фильмы мы очень, так сказать, настоятельно рекомендуем смотреть детям и взрослым одновременно. Программа в этом году такая показательная. Основная тема этого конкурса – это тема ребенка в окружении семьи и в ситуации войны и мира. При этом неважно, будет это тема Холокоста, как у нас французская картина «Путешествие фонии», или, например, гипотетическая фантастическая война в голландском фильме «Когда мой папа превратился в куст». Спасибо, Игорь, и до встречи на фестивале. На сегодня это все. Глядите калейдоскоп новинкультуры не только на телеканале «Беларусь-стры», а и на нашем YouTube-канале. Разом с нами будьте у курса самых значных падей. До сустречи! Субтитры создавал DimaTorzok